Приветствую вас, дорогие братья и сестры, это Игорь, и вы на канале Евангелие в последнее время. Сразу хочу поблагодарить всех наших братьев и сестер за всю вашу поддержку, за молитвы и за мою семью. Для меня это большое вдохновение, особенно тогда, когда мы в самой гуще событий, на улицах, в домах престарелых, среди бездомных, в моллах, в аэропортах, по возможности, в разных других местах, где мы публично проповедуем по милости Божией и читаем Священное Писание, чтобы люди могли слышать Слово Благодать, ибо знаем, что проповедь Евангелия, Слово Божие, живое, оно никогда тщетно не возвращается. И вера, слышание, ослышание от Слова Божьего. Поэтому и цель нашей миссии распространять, мы дарим Библии на разных языках, мы даем людям, встречая разных людей, евреев и неевреев. Это наша цель, чтобы люди могли познакомиться со Словом Благодати. Поэтому, если вы не верите в Иисуса Христа, я вот общаюсь с разными людьми, люди говорят, нет, мы не верим, особенно из мусульман, но мы читали, я хочу еще раз вас вдохновить, чтобы еще раз открыли и начали читать. И просто нейтрально, даже если вы не верите в Иисуса Господа, просто скажите Иисус, Иисус Библии, не Курана, но Библии, не Иисус какой-то другой книги, но Библии. Иисус, если ты Господь, коснись моего сердца, дай мне нейтрально подойти к чтению твоего слова, и начните считать, я знаю, что Духом Святым, когда Господь увидит, искренне с вашей просьбой, Он дотронется до вас, и тогда будет большая надежда для вас получить веру от Бога, по милости и спастись. Ибо одно имя дается человекам под небесами, которым надлежало бы спасти себе Иисус и Ишуа. Нету другого Спасителя, и не может быть. Нету другого Бога, кроме Бога, Иот, Хей, Вав, Хей, Бог Авраама, Исаака, Якова. Пусть Бог вас благословит. Ну, а в этом видео мы хотели бы поговорить о Сделке Века. И еще коротко, потому что появилась новая информация. Неделю назад мы записали видео о новостях Сделки Века, уже политическая часть, их плане создания новой Палестины, вот этот обмен, который также произойдет между Израилем и Палестиной. Но мы также читаем Священное Писание. А если кто не знаком с Священним Писанием, мы видим, что Библия обо всем этом говорит. И это еще один признак последнего времени. Когда придет Господь Иисус, я не знаю. Я не знаю. Высчитывать я не хочу. Но то, что Господь дал знамение, знаки, которые мы видим сегодня, особенно когда мы смотрим на Израиль, то это точно то, что скоро. Но каждый день быть готовым, каждый день ценить, особенно опять обращаясь к тем, кто не верит в Иисуса Христа Господа. Цените каждый день, почему пока вы живы, у вас есть надежда. И если вы умрете без веры в Иисуса Христа, то на все надежды уже не будет. Никакой плач, никакие просьбы уже не помогут. Завтра и послезавтра Господь позволит, в Израиле будет специальное мероприятие, посвященное 75-летию освобождения лагеря смерти, концентрационного лагеря в Свенцин или Ашвиц. И вот в Израиль съезжается очень много делегаций, очень многих стран, включая королевские династии, президенты разных стран, премьер-министры, какую-то страну представляют только послы. Но это тоже политика. Будет также президент России Владимир Владимирович Путин. Кстати, он должен посетить город Бетлехе, Вифлеем, где родился наш Господь Иисус Христос. Но я не об этом. Я о том, что Израиль, кстати, посетит и Джаред Кушнер с командой Трампа. И, насколько нам известно, они будут также иметь переговоры и раскроют немножко большие детали с правительством Израиля о сделке ВЕК. Но давайте посмотрим, что говорит информация, которая поступила. И вот вся американская команда, работающая на сделке ВЕК, направляется в Израиль, чтобы почтить память жертв Калакоста и провести ряд важных встреч. В частности, в среду в Иерусалим посетят зять президента США Джаред Кушнер. Он есть архитектор вот этой сделки ВЕКа. Далее мы видим Ави Берковиц и Брайан Хук. В Израиле они встретятся с премьер-министром Бениамином Натаньягу, лидером Кахон Лаван. Это партия, которая также набирает много голосов. Но лидер этой партии Бенни Ганс, бывший генерал и военный человек. Не исключено, что во время переговоров будет обсуждаться возможность презентации мирного плана урегулирования конфликта между Израилем и палестинцами до мартовских выборов в Израиле. Мы знаем, что в марте должны состояться выборы. Уже были двое выборов. И, к сожалению, они не смогли избрать, кто станет премьер-министром. Голоса не хватили у них, партии не смогли договориться. Но я уже говорил и в прошлых видео, что есть немало предсказаний и евреев о том, что третьих выборов не будет. Я не знаю. Еще раз хочу сказать. Это предсказание. Иудеев. Что будет? Почему не состояться? Я не знаю. Если не состояться. Но если состояться, тогда посмотрим. И вполне возможно будет избрано, наконец-то, правительство Израиля. Но детали этого плана они хотят раскрыть до вот этих третьих мартовских выборов. И вот администрация Трампа всерьез рассматривает возможность публикации. Ну, конечно, если не опубликуют, то опубликуют то, что им нужно для публики. Ну, а то, что не нужно, будет между ними. Но решение предстоит принять в ближайшие дни. Посмотрим. Посмотрим. Но что интересно, как я уже сказал, что Писание об этом говорит. И вполне возможно. Вполне возможно, что этот мирный план, он будет подписан. Израиль получит на некоторое время некоторую безопасность. Далее, я не знаю, как долго это продлится, но если будет подписан мирный договор, то мы видим это в Писании. Я думаю, что и другие арабские страны подпишут с Израилем. И тогда уже мы видим то, что говорит пророк Иезекиил в 38 главе. Сказано, когда Израиль будет жить безопасно, то князь Гог и страны Магог, и многие страны, они будут атаковать Израиль. Это будет первая война Гога и Магога против Израиля. Но последняя будет для Гога. Хотя я думаю, что Гог будет иметь другие войны еще до того, как он решится напасть на Израиль. Временные рамки я давать не могу. Я не знаю. Но знаю одно, что это достаточно будет скоро. Хотя вот мы в Америке уже более двух десятков лет. И это время пролетело очень-очень быстро. Если не подпишут этот мирный договор, вполне возможно, что он может привести к войне с исламом, с исламским миром. Но я думаю, что все же будет подписан. Почему? Потому что там слишком большие игроки и очень много денег. Но мы должны одно помнить, что все контролирует Господь, и Он Царствует. И все происходит так, как Бог хочет. Да, дьявол, он имитирует события под себя. Многие события под себя, и даже Божие пророчества, которые исполняются, он имитирует под себя. И дьявол думает, что он что-то делает. Но происходит то, что Господь заранее запланировал. Поэтому будем следить и за этими событиями. Как бы не углубляться. Почему? Потому что наша главная цель и приоритеты – это быть светом солью и чистыми, и годными. Пристать, как непорочная невеста перед Богом нашим. Почему? Потому что я всегда говорю, я и сегодня могу умереть. И что тогда? Нужно ли мне знать эти тонкости, даже если я все смогу узнать точности, мне будет все открыто. Потому что суть, цель, что важнее – пристать чистым перед Богом и войти в царствие, наследовать или, извините, не быть чистым, но знать хоть тайны мироздания. Как наш брат Шауль Павел сказал, что все посчитал за счетой, то есть как за мусор ради превосходства познания Господа Иисуса Христа. Тем более мы Его и ждем, а не Антихриста. Но есть много интересных событий, и Господь не запрещает нам размышлять. Даже сказано, имеющий мудрость, сочти число зерия. Это очень тяжело. Но Господь говорит, если имеешь, сочти. А мудрость, мудростью Бога, ее нужно просить. Но в первую очередь, чтобы у нас была, как сказано, начало страха Господня. Вот, чтобы был страх Господень в наших сердцах. Хорошо, дорогие друзья, пусть Бог обильно вас благословит. А время близкое Господь гройдет. И еще и еще раз обращаюсь к тем, кто не верит в Иисуса Господа. Благослови вас Бог. Изучайте Священное Писание. Но начните с того, чтобы начать его читать. Откройте Новый Завет и читайте. Благословение и народу Божьему. Амин. Благословение и народу Божьему. Продолжение следует...